Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня мы рассмотрим партию юного Магнуса Карлсона, которую он сыграл против чемпионки мира Александры Костенюк. Данная партия была сыграна в 2005 году на турнире Вейканзея. Магнус играл белыми фигурами и открыл партию ходом ферзевой пешки. Черный отвечает симметричным продвижением Д5. На доске была разыграна славянская защита. Итак, Александр Костенюк укрепляет центр. В свою очередь Магнус развивает коня по направлению в центр. И здесь черный применяет вариант на Тебаома. Они хотят при случае защитить пешку на поле C4 и остаться с лишним материалом. Магнус Карлсон играет в духе каталонского начала. Жертвует пешку и на продолжение коня в 6 готовит аркировку в короткую сторону. Черный берут под контроль поле E5. Довольно часто белый отыгрывает пехотинца маневром конь E5 и конь C4. Итак, белые спрятали короля в безопасное место. И здесь за черных заслуживал внимания ход B5, чтобы вцепиться зубами в лишний материал. Но Александр Костенюк начинает фигурную игру против пункта C3. Магнус Карлсон связывает коня. И здесь необходимо было напасть на слона, заставляя его определиться. И после размена на поле F6 и хода конь E4 на доске сложная позиция со взаимными шансами. А вот продолжение в партии F5 является неточностью. Как правило, ферзю на А5 делать нечего. Черный нападает на коня, но белый легко защищается от этой угрозы. Черный потратили кучу темпов для того, чтобы напасть на поле C3. Но сделав ответный ход конь E4, белый конь начал громко хохотать. Белый нападает на пешку C4. Если им удастся выиграть эту пешку, то у черных останется плохой белопольный слон, который ограничен собственными пешками. У них будет большой стратегический перевес. Поэтому Александра защищается ходом B5. Но вот продолжением B3 белый начинает вскрывать ферзевый фланг. И в этот момент, как это ни странно, черным необходимо было пробить на поле B3, не опасаясь ответного взятия на C6. Поскольку у черных находится тычок B2, а ладью забирать опасно из-за ответного ферзя 6. И белый ферзь попал в капкан, например, на отступление ладьи. Черный делает рокировку. Затем играет слон B7. И белым приходится отдать ферзя за две ладьи. У черных отдаленная проходная на фланге. Ну а ферзь в позиции закрытого типа может оказаться сильнее ладьи. Поэтому в случае взятия на B3 белым пришлось бы отказаться от удара на C6 в пользу взятия пехотинцем с нападением на ферзя. Ну и после отступления ферзя, конечно же, у белых полная темпенсация за потерянную пешку. У них есть неплохое давление по линии C. Белопольный слон противника по-прежнему является плохой фигурой. Но, видимо, Александра Костенюк не смогла разобраться со всеми тонкостями позиции, которые возникают после удара на поле C6. И сделала ход А6, который является ошибкой. Поскольку белые, в свою очередь, контратакуют слона, расположенного на поле B4. И если здесь черный забирает на G5, тогда белый пробивает на B4 с темпом, нападая на ферзя. В случае взятия на B4 они меняются на C4, портят сопернику пешечную структуру. Ферзевый фланг черных остается в руинах. Но и ясное дело, что черные не могут взять пешку на поле А3 из-за хода слон C1. И белый использует связку по вертикали, а также образуя черным слабости на ферзевом фланге. Так что Александре Костенюк пришлось искать счастье в других вариантах. Она сыграла слон C3, нападая на ладью. Но Магнус Карлсон не обращает на данную угрозу никакого внимания. И пробивает на поле C3, жертвуя качество. Дело в том, что если взять на А1, тогда белый забирает коня на D5. В случае взятия на G5 они в промежутке забирают пешку на Е6, атакуя коня. И затем отыгрывает слона на поле А1. Да, здесь белый играет без качества, но у них более чем достаточная компенсация. Дальше они забирают пешку на поле G5 и начинают прямую атаку на черного короля. Учитывая это, Александра отказывается от выигрыша качества и забирает пешку на поле C4. Но теперь белый связывает слона и ладью брать нельзя из-за потери ферзя на поле А5. Черные решили поменять слону и в этой ситуации мы видим, что опять же ферзевый фланг черных остался в руинах. Пешки на C4, C6 и А7 являются слабыми. Не поможет в этой ситуации продвижение пешки до поля C3, поскольку белый нападает на ферзя, затем объявляет шах, играет Е4 и забирает пешку на поле C3. Ну а на рокировку в короткую сторону, которая случилась в партии, Магнус Карлсон отыгрывает пешку, атакуя ферзя. После отступления ферзя он начинает атаку по полуоткрытой линии C, нажимая на изолированную пешку C6. Черный играет слона 6, соединяет между собой ладьи, белый укрепляет центр. Черный устанавливает ладью на открытую линию. Магнус Карлсон начинает нападать на слабую пешку. При случае он хочет перевести коня через поле B3 на C5. Защищается от двух этих угроз. Александр Костенюк сыграл ослон B5, защищая пешку. После хода конь C5, черный меняется на поле C5 и играет слона 4, не пуская сюда коня. Но конь находит другой маршрут через поле Е4. Черный пытается сдвоиться по открытой линии B, но вот белый нападает на слона на оборонительный ход конь B6. Играет ферзь Е2, создавая угрозу прыжка коня на поле C5 с выигрышем качества. И в результате выясняется, что возможности спасти ладью у черных уже нет. Александр Костенюк напал на ферзя, ферзь переходит на поле C2. Нападая на ладью, на оборонительный слон А4, белый играет конь C5, нападая и на ладью, и на слона. У черных находится комбинационный удар ладья B4, но вот белый просто отступает ферзем на D2. И здесь спасти ладью также не удается. На ход ладья C4 белый меняется на C4, затем играет ферзь B4. Черным придется защищать коня слоном, но тогда белый сыграет А4 и выиграет фигуру. Ну и после отступления ладьи на поле B5 в партии, Магнус Карлсон создает нападение на эту ладью, и черный теряет качество. Еще был сделан ход ферзь D6, белый забрали на поле B5, пошли ферзь А5 с угрозой размена легких фигур, а также с нападением на пешку А7. Сделав ход Е5 и получив в ответ конь А4, Александра Костенюк признала себя побежденной. Что же, если вам понравилась данная партия в исполнении юного Магнуса Карлсона, будущего чемпиона мира, обязательно поддержите этот ролик лайком, подпиской на канал, ударом в колокол, потому что шахматы это круто.